Заснули под одним патронажем, проснулись под другим. Сто домов с начала июня вдруг перешли под управление новой компанией. Многие собственники квартиры уверяют, что не голосовали на общем собрании и отреклись от подписей в реестре. Так что же это очередной передел жилищного фонда и кто будет готовить дома к зиме? Разбирался Эдуард Истомин. На Герасимову 51 жаждут развода со своей управляйкой. В доме частой засора канализации на коммунальщики самоустранились от дел. Взамен пустая болтовня, либо откровенная демагогия. Десять дней праздничные были. Какое имели право они оставить бесхозно дом? Должны были аварийка работать, должны были дежурные слесаря. Старая управляйка и недовольные соседние дома. С ней у людей игра в одну калитку. Люди платят по счетам, но здешних жителей отсылают в корпоративную прессу. Там и разыщите работяг с инструментом. Что мне сказал Чернецов? Это ваши проблемы, это ваше дело. Мне посоветовала обратиться в газету «Мозаика». Нанимайте. То есть я была вынуждена нанять вышку, и мы сами очистили крышу. Он приехал и все почистил. На счастье. Звоню Алёна, мы своими силами. Она говорит, ой, какое счастье, хоть вы нас не будете задерживать. Все. На этом, я сказала, здесь мы больше не задержимся. Собственники из шести домов проголосовали за переход в новую компанию. Протоколы собрания отнесли в жилинспекцию. Но там их поджидал сюрприз. Люди узнали, что они якобы пошли на поклон к третьей управляйке. Видите, это не моя подпись. Совершенно не моя подпись. Давайте сравним. Вот моя подпись, документ, который мы подготовили компанией «Улленд». Вот, я председатель собрания Осипова. Фотографируйте секретарь собрания Овчарова. Встречайте. Как оказалось, удрать из сервис-групп мечтали почти 100 домов. Но об этом собственники ничего не ведали. Хотя директор управляйки с легким сердцем отпустил их в свободное плавание. За это и был уволен учредителем. Работал Чернецов Андрей Владимирович, директором, который я после болезни освободил от должности. Люди мне жаловались постоянно на отношения, на ответы. Они никак не хотели с ним работать, с Чернецом Андреем Владимировичем. По одной из версий, в сервис-групп окопались кроты. Поначалу они бездельничали, чтобы разозлить собственников. А когда люди дошли до кондиции, некто налепил фиктивных протоколов. И дома якобы присягнули другой компании. На некоторых домах инициаторами собраний были мертвые люди, люди парализованные и люди, которые не проживают вообще. А это будет практика для других всех компаний. Старшие по домам пожаловались в прокуратуру. По их мнению, нарушений выше крыши. В протоколе нет размера тарифа на обслуживание жилья. О собраниях не знает и муниципалитет, у которых своя доля в домах. Да и собственники против смены коней на переправе. Конечно, возмущены. Не знаю, что там будет. Но у нас пока это устроится. Лучше или хуже будет, не знаю. Но это не наш выбор, вы понимаете? Это не наш выбор. Мы даже не знаем, куда нас женили, за кого нас замуж отдали. Люди опасаются двойных платежек. Но в двоевласти кроется другая опасность. Пока суд до дела, дома могут остаться без внимания управленцев. Сама сервис-групп беспокоится о штате сотрудников. У нас специалисты работают, которые проработали в этой системе уже по несколько лет. И на сегодняшний день работает 57 человек в компании, которые сейчас останутся на улице. Сервис-групп утверждает, что спорные дома уже внесли в систему ГИС ЖКХ. И они под знаменами новой управляйки. И все же переход по многим домам остановлен. Причина – заявление граждан о фальсификациях подписей. В первую очередь мы направили все заявления, которые поступили к нам от собственников, в управление внутренних дел. Так как имеется место фальсификации официальных документов. По домам наподобие Герасимова 51 в жилнадзор пришло два протокола. В документах зафиксировано желание перейти в разные управляйки. А значит требуется дополнительная проверка. Если в течение трех месяцев поступило два аналогичных протокола общих собраний по выбору управляющей организации, мы в обязательном порядке обязаны провести проверку и одного, и второго протокола. Проверка двойных протоколов до конца июня. Метры тех собственников, которые не участвовали в собраниях, исключат из голосования. И тогда кворума может не быть. Новые протоколы дезавуируют. Хотя статус-кво можно восстановить по-другому. Переголосовать дома по-новой, чтобы переходили в наши компании. Что и идет. Сейчас поток жителей уже пошло. Переголосовать по-новой, потому что люди поняли, что здесь какая-то западня. 50% плюс один голос, но при кворуме собрания. И тогда можно вновь отыграть ситуацию, но где гарантия, что соперники завтра же не развяжут новую войну протоколов.